Министр в процессе вышел и идут работать. Евгений, вы говорите, мы, 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 мы. Это кто? Кто? Я, как нескольку головы, завязался потребовать и опыты цей проект. Проект чей? Замовы, кто я хотел сказать. Насколько я понимаю, это частная компания. Город к этому не имеет практически никакого отношения. Мы там процентов. Чекайте, чекайте. Вадим Васильевич, город имеет прямое отношение. Кроме того, что мы получим дешевое тепло в городе, мы получим рабочие места, мы получим подоходный налог, мы получим налог на прибыль. И плюс аренда земли. Михаил Васильевич, вопрос не так, наверное, Вадим Васильевич. На развитие теплодара это очень повлияет. Та же сама фирма замовники. Мы, мы, это город. Та фирма, которую они там взаимодействовали? Город. Мы этой фирме часто помогаем всячески. Для того, чтобы план, который в теплодаре обеспечить электростанцию, то мы, мы на увазе, мы подключились до допомоги обеспечения электростанции. На безусловном социализации этого проекта в городе, соответственно, используем все контакты для того, чтобы проект не был запрещен и реализованный. Или мы просто выходим и говорим, что вот мы, это мы, это наша база, это наш город, это наш строй площадок, а инвесторы уже не придем. И безусловно, который у нас был вчера позавчера. Я так понимаю. Визначено международное консорциум за участие турецкой и китайской стороны, который будет финансировать этот проект. Питание генпотребника и замковника у нас будет открыто. И еще один момент, почему я говорю мы, потому что один из вариантов, который возможен и который развивается, это варианты государственного и приватного партнерства, так само может быть частью в этом бизнесе. Это пока что рассматривается, это не решено в порядке. Ну, это отвечает на вопрос, кто такие мы. Потому что вы говорите, мы, мы. Мы – это место. Мы – это территориальная громада города теплота. Нам, чтобы выйти на уровень, хотя бы южного, нам нужны электростанции, и все земли, чтобы были заняты. Я думаю, все гребень. Ну, кто там вообще, понимаешь? Мы должны различать, кто это. Калал Васильевич, где можно ознакомиться с текстами меморандами. У нас есть на сайте? В республике? Ну, которые подписали. Мы… Смены нет. Япидит. Япидит. Разместите, пожалуйста. Ну, по период спечатка, япидит. Япидит. Спасибо. Все. Запитание. Да, еще. Проект уже хоть как-то разработан, хоть есть какие-то границы проекта? Потому что у нас меняются границы на каждой сессии. То есть на чем-то уже остановились? Какой-то объем земли. Нет. Это участки… Я понимаю, что тот майданчик, который у нас есть на каждой зоне, его достаточно будет для реализации этого проекта. Конкретные межи будут тогда, когда будет конкретно зависит от этого. От этого зависит технология. От этого зависит от того, как будет теплотность и энергию. От этого будет зависит от этого размера этого объекта. Я поэтому и спрашиваю. Потому что если это уголь, это золоотвал. Правильно? Уголь вообще не рассматривали уголь. Ну, китайцы очень сильно рассматривали уголь. Такой разрешите. Хоча уголь все десять раз на первых шерфах. Но есть сейчас новая смесь. Уголь на воду. Я там не знаю. Мы решим на экологично. Честно. Я спросил за такие товарищи из ваших. Мы завтра взглядаем, что экспортиза, твердой природистичности у нас цена. Прошел, если все-таки будут продвигать, а то сразу же спрашиваю. Если будут продвигать у нас уголь, как вы к этому отнесетесь? Отсказано. Уголь. Отрицательно. Тут общее мнение надо. Не только мнение. Специалисты доведут свое мнение, свое видение. А учитывая психологическую составляющую, то мы все вместе боремся. Раз и два. Чтобы не было это потом. Вы понимаете, на каком уровне вы сейчас решаете? Ну пока вопрос в том, чтобы вы просто нам не продалились. Просто вы не знаете. Дивите, как у нас сейчас выглядит ситуация. Вариант номер один – это достатка стеснаного газа. Вариант номер два, который будет рассматриваться, это безусловно домовленность между инвесторами и обеспеченными комплектациями, про додатковые обсяги реверсу газа в Украину и саме на потреби цей газ. Это второй вариант газа. Вже не стеснаного было, а по газопроводу. Третий вариант, если эти два раком не выходят, это вариант водно-вугольной совмещи и плазмовой установки, у которой этих звольных аквалов фактически нет. И уже потом может выглядеть вариант чисто вугольный, где надо спитать громадские слушания, если громада схвалит, то это решение громады. Если не схвалит, то это решение громады. Депутатский корпус давал свое согласие на выделение земель непосредственно под проект газовый. Вы понимаете, человек? А тут уже четыре варианта. Это вариант самый устатый, который может теоретично будет. И мы его не хочем. Я думаю, вы его вообще рассматривали. Давайте в следующий круглый стол. О чем поговорим? Мы же сегодня не решим этот вопрос. Газ. А зачем вы тогда подняли этот вопрос? Зачем он здесь? Для общего развития. А вообще у нас вообще здесь вот это? Нет, так мы уже сегодня пытаемся закрутить уголь или еще что-то. У нас еще не чертали. У нас первой нет. Тогда вы обманываете депутатский корпус. Да. Лично я вот обманываю, да, наверное, депутатский корпус. Я точно так же, как и вы. Сергей Васильевич, вы такой же депутат, как и Михаил Михайлович. И мне бы сегодня хотелось, чтобы люди платили за потребленную воду, тепло, за услуги. Мне бы хотелось, чтобы вы сегодня работали не как оппозиционный блок, а как голова Кустина и комиссии. Депутатскую комиссию, спитань ЖКХ. Михаил Васильевич, если я начну работать на 100% как голова комиссии, вы у меня будете здесь все нумеровать перед тем, как вывозить, забирать и резать. Давайте так, не поднимайте этот вопрос и не трогайте, пожалуйста, оппозиционный блок. Я помню, как за этим словом вы сказали, что мне нужно высказать в России. Просто, как я сказал, что мне не нравится, господин Гребенюк ведет свой бизнес здесь. Но, во-первых, он еще не ведет бизнес. Лично мне нет. Михаил Васильевич, давайте не будем сюда приказать партии. Хорошо? Давайте. А то, значит, перейдем на личности. Да. Опять же начнем. Да, зачем? Об этом и говорить. Я понимаю, что есть депутатский корпус, который должен работать по благо города, должен помогать власти. Если власть что-то не делает, то иди скажи, давай сделаем. Если у тебя инвестор другой, как вы говорили, атомной станции, приводите атомную станцию, будем обсуждать. Мы просили вас, чтобы вы рассмотрели этот проект как альтернативу тюремен. Но я не должен разрабатывать этот проект. Я пришел к вам как специалист. Напишите, пожалуйста, попробуйте, рассмотрите. Должна быть альтернатива тюременции. Мы в таком, по-моему, да, вообще с вами разговаривали? Правда. Или я пришел и сказал, что вот я готов построить атомную станцию? Нет, вы сказали. Вы разослали письма. Вот Евгений понимает, что такое, да? Общение, путем писем, да, с иностранными компаниями. Ну, что, я согласен. Летает, летает. Да, разослали письма. Посольство, компании, которые производят оборудование. Вадим Васильевич, у вас для этого есть депутатские запросы, депутатские вопросы, депутатские обращения. И все, что вы думаете, можете подразделить. А сейчас сидеть, рассказывать, что я вот за работой, что сейчас по этому вообще не работает. Вот так вот со всеми. Мне не сложно разговаривать. Вам вообще вопросы есть какие-то? Вадим Васильевич, ну мы привлечаем на что? У нас есть иные отношения, что там не на камере показывают. Вадим Васильевич, нас город стоит на грани, понимаешь? Даже нет отмения. А ты рассказывай, если я заработаю. А я слышал перед этим, что сказали, на угле вообще отказались. Три варианта газа. А угорь потом, только не я буду лично решать или вы. А будем совместно решать. Это вопрос сейчас не стоит, будем стоять, будем разговаривать. Ну что вы сейчас специально поднимаете вот эту тюрьму вспомнили? Вот тюрьма, если бы была, то у нас было бы легче. Во всяком случае, у нас очистные сооружения, а точни бы на второй план. У нас был бы только отопление. И отопление мы порешали бы это. Даже еще в прошлом году начали порешать. Ладно, ну это... У нас было бы 12 миллионов подокотного налога. Вот именно. Ну, опустимся на землю, вспомним, российские новые проекты, не платить. Мы должны сегодня вылезти с этого, понимаешь? Ты же знаешь, Бехасово. Потому что эти вопросы никто не задавал. Ни в этом зале, ни за круглыми столами, ни за квадратными, ни за котельными. Их не было просто. Не надо рассказывать, что кто-то с кем-то когда-то воевал. Воевать это надо было вот здесь вот. Воевать, и все было бы у нас нормально. И раньше бы у нас котельная, может быть, перешла, еще что-то. Но, к сожалению, что было, то было. Сегодня давайте работать все вместе. Вот, мы собрались, никто же ничего не говорит. И давайте будем работать. Выходить с этого положения, такого, как город, и оно создалось. Давайте вернемся к семью. Я прослужил семью, посчитает своих денег, правильно распланирует, как это делается в Европе. Сначала платится за аренду квартиры, потом платится за услуги, а потом уже платится за все остальное. То есть пока вот мы так не повернемся к нашей жизни. Жив по своим семьям. Да, будет ТЭЦ, мы сейчас, я как обыватель слышу, будет ТЭЦ, опять же, будет бесплатно, правильно? Будет АТОМ, и будет все вот так вообще классненько. И мы за что не за что не будем. Но АТОМ найти будет. Игра подняться за АТОМ, да. То есть, поэтому, опять же, возвращаемся домой, достаем свои доходы, считаем, сколько надо за что заплатить. Я говорю, самое грустное в этой теме, что мы не можем повлиять на расходы по отоплению. Сколько скажет нам Нила Борисовна, столько мы и будем потери. Ну, не Нила Борисовна. Ну, я прошу прощения. Белгород-Весровский сделал себе в каждом доме котельную и до сих пор топится. А для того, чтобы сделать котельную в своем доме? Одна тонна, одна тонна угля на трехкомнатной квартире, тонна 200, трехкомнатной квартиры в отопительный сезон. Для этого устанавливается счетчик на дом. И когда человек посчитает, что ему не выгодно пользоваться услугами ТЭЦ-2, он потребляет всего там 2 мегаватта каких-то, он скажет, давай мы поставим электрокотел и все, и до свидания, это котельная. Понимаешь, то есть, может быть и так, может быть мы протянем газ и покручиваем. Но без учета мы не сможем принять такое решение. Но электрокотел и газ в квартире дешевле не будут, будет дороже. Михаил Васильевич, вот для этого надо поставить счетчики, чтобы мы все убедились. Они стоят, они стоят. Где? Они же еще тепло, я про тепло говорю. Но счетчики в каждом доме стоят, что ли? Их надо только поверить и запустить в эксплуатацию. Для того, чтобы проанализировать, сколько надо купить угля каждому дому. И не пользоваться услугами ТЭЦ-2. Хорошо. Или прорезть скважину. Есть пропозиция закинчика. Сделать круглый стол регулярно. Такое решение принято месяц назад. Я понял. Я понял. Ну, мы же с тобой считали. Возьми, вот у него возьми Даню. Так. Сидя. Его. Вы сейчас правдили. И не кинул. Вот. Газер. Полесики тоже сказали? Да. Лисики. Ручки передали. А серийский и ничего не забывали. Да нет. Я понял. Спасибо. Спасибо.